Приветствую на канале как зарабатывать деньги в интернете. В данном видео уроке мы разберем 3 способа заработка новичку. Итак, ребят, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интересные видео. Обычно мы говорим о заработке в интернете. Ну и еще много о чем говорим, в общем-то обязательно подписывайтесь. Итак, ребят, первый способ заработка это заработок на превью. Как вы могли заметить, у меня изменились превью, то есть примерно 2 месяца назад. Ребят, я раньше сам их рисовал, теперь мне их рисуют за деньги. То есть, ребят, я плачу деньги и за каждое превью. В чем суть? Суть в том, что мне уже давно пишут люди, что они мне будут рисовать превью и так далее. Но пишут такие цены, там 300, 400, 500 рублей. Меня это не устраивало, типа я не так много зарабатываю, чтобы тратить столько на превью. Но потом, спустя время, то есть не так давно, вот 2 месяца назад, мне написал парень и предложил мне рисовать превью по 100 рублей. По 100 рублей, ребят, ну я думаю, это я потяну, почему бы и нет. И вот, смотрите, я ему скидываю вот такое вот ТЗ, типа название видео и фотографию. Он из нее делает превью. Он вырезает мою фотку, в общем-то пишет сюда то, что я ему скинул. Делает какой-то фон и все. За это я ему плачу 100 рублей и так далее. Вот они все эти превью, я ему скидываю фотку. Ну, в общем-то, как все блогеры и делают. Ребят, суть в чем? Суть в том, что если вы не умеете рисовать превью, это очень просто. Смотрите, все, что мы делаем, это пишем в ютубе, как сделать превью. Вот так вот прям пишем. И смотрите, все, что здесь нам нужно, это скачать для начала фотошоп. Если у вас его еще случайно нет. Но я думаю, сейчас у многих есть фотошоп, и поэтому как бы ничего сложного в этом нет. Но если у вас нет, скачайте. И нужно отсюда просмотреть, ну, видосов 15-20. То есть на это потратить часа 2-3. И после этого вы уже будете уметь делать превью. Я вам честно говорю, вы обучитесь очень быстро, потому что это очень просто. Реально, в фотошоп там все сделано за вас. Вам просто все нужно правильно расставить. Вот здесь вот, вот как человек делает. То есть он расставил, он меня поставил на задний фон. То есть оп, сверху написал. Сзади на фоне там какие-то денежек добавил, там что-то замалевал. Все. Все, ребят. Это без проблем делается. Я вам правду говорю, вы просмотрите эти видосы и уже будете делать. То есть видите, да, вот в видосе человек показывает, как в фотошопе это делается. Все. Все. Что вы делаете далее? Далее вы начинаете искать блогеров. Просто ищите на разные темы. Ну допустим, как заработать давайте. Ну пусть будет как заработать. Вообще вам нужны все. Все блогеры, которые только могут отозваться. То есть и желательно искать блогеров, у которых, ну скажем так, прямо говоря, хреновенькие превью. То есть вы вот ищите, да, своим взглядом смотрите. Ага, вот такое вот превью какое-то странное. Напишу-ка ему. Пишите ему. То есть вы переходите в его видос и скорее всего где-то под видосом, как у меня, да, вот у меня под видосом есть там на мои социальные сети ссылки. Скорее всего так делают все блогеры. Вы пишите ему. Говорите, я могу нарисовать тебе превью бесплатно. Бесплатно нарисую превью. Вам нужно набрать для портфолио, то есть чтобы у вас был портфель, чтобы вы в будущем смогли блогерам скидывать свои работы. Для начала вам нужно нарисовать их бесплатно. Рисуйте ему бесплатно. Ему может быть понравится, может быть не понравится. То есть он может в дальнейшем к вам обращаться. Вы можете написать, типа, если вам нравится, в дальнейшем данные, ну такие превью у меня будут стоить по 100 рублей. Он подумает, 100 рублей, это ж, блин, недорого, реально недорого. Ну, блин, это правда очень дешево, 100 рублей. Ну, дешево. И к вам человек будет обращаться, типа, блин, по 100 рублей, классно. Ищите следующих блогеров, следующего блогера находите. То есть, конечно, многие будут отказываться. Вам просто нужно искать, потому что блогеров сейчас очень, 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 очень много. Много-много-много. Прям нереальное количество. Все, ищите. Это только вот, смотрите, мы ввели, как заработать. Да, вы можете вводить все темы, все темы, на которые вы только будете рисовать эти превьюхи. Все, ребят, находите таким образом 2, 3, 5 блогеров. Это, ну, вполне реально, допустим, даже за какой-то месяц. За месяц вы можете найти себе этих блогеров и рисовать. То есть, вместо того, чтобы выполнять какие-то задания, да, на каких-то сайтах. То есть, ну, многим это нравится, многим не нравится. То есть, вы можете обучиться чему-то самому такому простяцкому и на этом зарабатывать. Зарабатывать, ребят, немного времени нужно потратить. Написать блогерам и делать им превью. То есть, человек меня заинтересовал. То есть, смотрите, я других не мог, да, то есть, себе позволить. Там 300-400 рублей, ну, не могу я себе позволить. Зачем это мне надо, там, ну, 15 тысяч рублей в месяц, там, 10-15 тысяч рублей выкидывать просто на превью? Ну, зачем? Нет. 100 рублей, отлично, меня устроило. Человека устраивает. У него, я уверен, что не я один. То есть, он рисует, там, может, еще пятерым, да, блогерам. И уже 5 превью, да, 500 рублей. За полдня нарисовал их. Все, получил свои денежки. Да, небольшие деньги, ну, и практически ничего особо вам такого не надо делать. И самое главное, что это, ребят, может стать началом вашей вообще какой-то непонятной карьеры в будущем. Может, вы станете дизайнером. Может, вы начнете уже на фрилансе зарабатывать, рисовать различные баннера и так далее. А это заходит, за один баннер 500 тысяч рублей можно платить. Может, иконки начнете различные рисовать, логотипы придумывать. Самое главное, начать, ребят. А в дальнейшем, может, все, что угодно с вас получится. Реально, вы можете зарабатывать уже совсем другие деньги. Это первый способ заработка, о котором я хотел рассказать. Второй способ заработка, ребят. Это то же самое, только зарабатывать будем на написании статей. У каждого блогера, почти у каждого YouTube блогера, просто текстового блогера, есть блог. Есть сайт, который он наполняет контентом. Многие блогеры пишут сами статьи и нуждаются в копирайтинге. В копирайтере. 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 В общем-то, вот, допустим, как я. Мне вот не нашелся еще копирайтер, который писал бы мне недорого статьи. Потому что дорого я не хочу. Ну, пока я не могу себе этого позволить. Может, в будущем, конечно, и буду дорого делать. То есть, да, уже буду платить за качество, за, ну, дорогому копирайтеру платить. Который будет делать очень крутые статьи. Пока не могу себе этого позволить. И мне нужен копирайтер, который будет дешево мне делать. И такие копирайтеры, это как раз новички. Которые обучаются. Которые учатся писать статьи правильно. SEO статьи. То есть, мне нужны SEO статьи, естественно. Продаваемые статьи, которые будут рассказывать о различных сайтах для заработка. То есть, смотрите, что вам нужно сделать. Вам нужно, допустим, перейти на мой блог и изучить его. Посмотреть, какие я статьи. Примерно пишу. Ага, понятненько, понятненько. То есть, значит, мне такие статьи нравятся. Вы можете предложить мне, допустим, да. Ну, это я, к примеру, на себе говорю. Написать мне в ВК, допустим, или где угодно. У меня под видео всегда вы найдете, куда мне написать. Предложить мне, что я могу писать тебе статьи за столько-то, столько-то. Допустим, за тысячу знаков 30 рублей брать или 50 рублей. Ну, к примеру, да. Могу писать о каждом сайте. Я знаю об этих сайтах, допустим, да. И так далее. Это вы не можете написать. Я, допустим, соглашаюсь. Говорю, классно, давай. Вы говорите, напишу первую статью бесплатно. Чтобы ты понял, как я умею это делать. Классно. Вы мне пишите, допустим, первую статью бесплатно. Я смотрю, уля, действительно классно. Если реально блогеру нравится, как вы написали статью, он 100% согласится с вами работать. Потому что, блин, ну это настолько облегчает задачу блогеру. У него как бы будет наполняться контентом сайт. И если ему еще это будет нравиться, а это самое главное, то он с удовольствием вам будет платить деньги за это. То есть, я думаю, каждый блогер найдет каких-то денег, там 100, 200, 300 рублей заплатить за статью, смотря какой у нее будет объем. Это вроде как и недорого, вроде как и нормальненько. Ну, типа копирайтер получил там 200-300 рублей, да, за статью и нормально ему. То есть, это новичку, новичок, который не супер профессионально умеет писать статьи. Потому что профессиональные статьи, ребят, стоят от 1000, 2000, 3000 и еще больше. Это уже очень крутые копирайтеры, которые действительно умеют очень офигенски строить статью. А вам нужно писать дешево и кое-как. Ну, понятно, что статьи должны быть как минимум грамотные и уникальные. То есть, вам нужно правильно их по грамотности построить, то есть, ключевые слова по грамотности построить. Ну, вот видно, что очень грамотный человек. Так, ключевые слова правильно расставить. Потому что в каждой статье обязательно должны быть ключевые слова. Заголовки, подзаголовки и так далее. Все это должно быть. О каждом сайте расписано, допустим, если там есть сайты, если нет сайтов, то без сайтов. Ну, и так далее. В общем-то, я думаю, суть ясна. То есть, вы без проблем можете обучиться копирайтингу. То же самое, если вы не понимаете, о чем речь. Как стать копирайтером. Кстати, у меня где-то такое есть видео. И вот оно, кстати, первое вылетело. Как стать копирайтером? Вы можете посмотреть данный видос. И я там подробно, кстати, довольно-таки подробно рассказал. 98% лайков, ребят. Значит, видос заходит и нравится людям. Подробно рассказал, как стать копирайтером. Ну, и так далее. Здесь есть конкретные копирайтеры, которые обучают копирайтингу и так далее. То есть, это все вы также можете изучить. Ребят, в интернете есть все. Вся информация об этом. Все полностью. Изучаете 10-15 видосов и начинаете писать блогерам, что вы им напишите статьи и будете работать у них копирайтером. Недорого. Сначала недорого. Вообще, в первую очередь, бесплатно. Потому что вам нужно набить клиентуру. Это 100%. Все. Потом уже недорого делаете, пишите статьи. Как только вы поймете, что вы уже стали крутыми. Вот у вас уже классно получается писать статьи. Либо классно делать превьюхи. Вы уже понимаете. Вы можете идти дальше. Дальше, дальше, дальше. То есть, вы можете идти на фриланс. Вы можете идти на биржи копирайтинга. Вы можете идти на стоки. Если это касается превью, да. Вы можете уже зарабатывать там. Вы можете рисовать. Вы можете фоткать. Все, что угодно можете делать, в общем-то. Это я уже как рассказываю о будущем. Что вы можете делать дальше. А вообще, мы говорим о заработке к новичку. Это два способа заработка, ребят. И третий способ заработка на Яндекс.Эфир. Я решил рассказать о Яндекс.Эфир. Я сюда загружаю видосы. Я уже здесь зарабатываю. Еще не на монетизации. Я зарабатываю на партнерских программах. То есть, на рефералах. Я здесь рассказываю о различных сайтах для заработка. И какие-то видосы уже. Давайте нажмем настроить канал. Какие-то видосы уже потихонечку начинают набирать просмотры. То есть, видите, понемножечку. Где-то там уже 100 просмотров. Где-то даже больше. Я видел 368 просмотров. Ну, видите, да. Какие-то видосики немножечко выстрелили. Какие-то не выстреливают вообще. Но суть в том, что я их только начал выгружать. То есть, вот в том месяце. Ну, я, наверное, еще даже и месяца здесь не выгружаю. То есть, вот с 15 сентября. То есть, ну, как бы, ребят, только начал. И я, кстати, рассказывал. Здесь часто видосы не проходят модерацию. Я рассказывал об этом на своем канале. Вот, как пройти модерацию Яндекс.Эфир. Такое бывает. Они вот так делают. Смотрите. Не прошло модерацию. Нужно там писать в техподдержку. Это все делается очень быстро. И вам подтверждают, что прошли модерацию. Ну, обязательно посмотрите данный видос. Там все подробно. В общем-то, как здесь вы можете зарабатывать? Ребят, здесь можно подключить монетизацию после того, как наберете 10 тысяч просмотров всего. То есть, не так, как на Ютубе, да, там еще подписчики нужны и так далее. Здесь ничего не нужно. Набирайте 10 тысяч просмотров на канале и уже подключайте себе монетизацию. Все. Все, ребят. И получайте деньги. Выводить можно на Яндекс.Кошелек, на карточки. То есть, ребят, без проблем. Я обязательно, конечно, расскажу об этом подробнее. Когда я насобираю 10 тысяч просмотров, я расскажу, как здесь подключать монетизацию и так далее. Но, в любом случае, вы можете здесь зарабатывать пока на партнерских программах. Вы можете все, что угодно делать. Вы можете рассказывать... Да все, что угодно. Ну, правда. Вот если вы научились делать превью, рассказывайте на своем канале, как вы делаете превью. Обучайте людей делать превью. Вот прям каждое превью рисуйте и снимайте видос, как вы это делаете. Пишите статьи, рассказывайте, как вы это делаете. Людям это заходит. Это интересно. Ну, это же не просто какие-то там приколы голимые, это вы чему-то обучаете, то есть, ну, это же уже совсем другое, то есть, люди всегда ищут эту информацию, всегда, всегда ищут и будут искать, всегда, как сделать, что сделать, как, почему, вот эти все вопросы там, это всегда будет вводить, всегда. Да, есть спрос и нам нужно его удовлетворять, этот спрос, это 100%, так же, как есть спрос на заработок в интернете, я удовлетворяю этот спрос, то есть, я записываю видосы, как можно заработать в интернете, как на ютубе набирать там просмотры, как подписчиков набирать и еще много-много всяких видосов я записываю, то есть, я рассказываю людям то, что их интересует, то есть, эти все видосы, ни один видос не записан просто так, каждый из них что-то несет, именно каждый из них сделан под ключевые слова из Wordstat, то есть, ни один видос я не записал просто так, наобум, то есть, это я брал на Wordstat, ключевые слова, то, что интересует людей, я рассказываю, есть спрос, есть предложение, есть деньги, все, мы получаем за это деньги, все, ребят, все очень просто работает на самом-то деле, если вы кому-то помогаете, вы всегда на этом можете заработать. Вот такой вот видосик получился, ребят, не знаю, зайдет вам, не зайдет, ну, в общем-то, надеюсь, что, если даже хотя бы один-два человека начнут так зарабатывать, то уже я этот видос записал не зря. На этом все, ребят, удачи вам, больших вам заработков, пока.